Глобальная борьба с незаконными свалками и скоплениями отходов объявлена в Подмосковье этим летом. И главным оружием стало создание по инициативе губернатора Московской области специального штаба по ликвидации мусора. Несмотря на то, что работает он только полтора месяца, уже сейчас есть значимые результаты. На сегодняшний день у нас убрано на территории всего Подмосковья 84% всех несанкционированных свалок во всех муниципалитетах без исключения. Это серьезная цифра, такого не было никогда. И мы как бы гадимся этим результатом, тем не менее понимаем, что работы у нас еще не початый край и движемся в этом направлении. В общей сложности ликвидировано более 7 тысяч свалок, выписано штрафов на сумму более 32 миллионов рублей. Активную помощь штабу оказывают общественники, с участием которых проведено порядка 330 рейдов. Кроме того, 450 навалов устранены благодаря соцсетям и хэштегу «Охота на свалку». И результат действительно заметен каждому. Чистые дороги, обочины и придорожные полосы. Отсутствие гор мусора в лесах и парках. Опрятное состояние дворов и общественных зон. Что касается Ленинского района, то он, по заверению руководителя Госадом технодзора Московской области, входит число муниципалитетов, где деятельность в этом направлении ведется на высоком уровне. Ленинский район. Я помню, как сейчас, значит, эффективность уборки выявленных свалок там высокая. То есть Ленинский район хорошо убирается. То есть процент выявленных и ликвидированных он за 80. Но Ленинский район у нас имеет одну особенность. Дело в том, что поскольку понятно, что там рядом Москва, и Москва просто облюбовала этот район, особенно по ночам, сбрасывать строительный мусор. Основные проблемы там вдоль дороги. Сейчас, по словам Татьяны Витушевой, все злачные места выявлены и ситуация на контроле. Другая чувствительная зона нашего района – большое число повторных сбросов. Для решения этих проблем в штабе создали дорожную карту, согласно которой предусматриваются в частности такие меры, как установка отбойников и перекапывание съездов. Также для выявления нарушителей регулярно устраиваются специальные рейды и засады. Игорь Зина Коваленко, Николай Карбанов и Елена Кошлева. Видное ТВ.